В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Центральный МФЦ Ленинского района начал прием посетителей только по предварительной записи. С 26-го мы прекратим прием, будем работать только по предварительной записи через колл-центр. О мерах профилактики и недопущении распространения коронавирусной инфекции в Ленинском городском округе рассказала заместитель главного врача БРКБ. По группам риска, если мы говорим, то болеют и очень напасен для лиц старше 60 лет. Парк Сосинки на Жуковском проезде ждет обновление. Совсем скоро здесь начнутся работы по реконструкции. Мы увидим этот парк совсем преображенным, красивым. Центральный МФЦ Ленинского района будет принимать посетителей по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по номеру единого колл-центра, который можно найти на сайте учреждения. С 26 марта территориальные подразделения будут закрыты. Подробнее об изменениях работы в нашем сюжете. В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции с 23 марта допуск в Центральный офис МФЦ Ленинского района осуществлялся по количеству свободных операторов. Мы опускаем заявителей по мере освободившегося окна. Но с 26 марта мы прекратим прием. Будем работать только в предварительной запись через колл-центр. Решение было принято на основании постановления губернатора Московской области. Доступ в МФЦ с 26 марта будет осуществляться по записи. Номер телефона можно найти на сайте Центра Мои Документы. На данный момент в МФЦ работает 37 окон. Всем сотрудникам в начале смены замеряют температуру. Также здесь проводится санитарная обработка с 12 до часу и с 15.30 до 16.30. Посетителей в это время в МФЦ не пускают. Одновременно в здании находится не больше 50 заявителей. В каждом окне они могут ознакомиться с рекомендациями по профилактике заболевания. Судя по оценкам посетителей, на экране гости довольны работой Центра. Хотя при обычной загруженности оценок с утра гораздо больше. По-моему, ничего не изменилось. Я был последний раз здесь год назад, тоже получал некоторые документы, выписки. Ну, все то же самое. Очереди нет никакой. Три минуты ты получаешь номерочек и тут же идешь к окошечку, где работает с тобой оператор. Граждане могут решить большинство вопросов через портал государственных услуг. Теперь заявители, у которых оформлены документы о получении помощи Министерства социального развития, с 26 марта могут не предоставлять дополнительные бумаги, так как она будет продлена автоматически. Также с 26 марта территориальные подразделения МФЦ для посещения будут закрыты. Услуги можно будет получить в МФЦ на улице Школьная и в жилом комплексе Бутово-парк. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Битное ТВ. В Ленинском городском округе приняты все меры для профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором и прописанные в постановлении губернатора Московской области. Об этом нашей съемочной группе рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. Коронавирусная инфекция вызывает у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного сезонного гриппа. Риск заражения у близлежащих людей 3-4 человека. Если говорим о гриппе, то там 1-2 человека. То есть достаточно очень контагиозный вирус. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. По группам риска, если мы говорим, то болеют и очень он опасен для лиц старше 60 лет и для лиц, которые страдают хроническими заболеваниями. Заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина рассказала, что с начала марта все учреждения здравоохранения Ленинского городского округа перешли на строгий противоэпидемический режим. Наш медицинский персонал сегодня обучен, проведен инструктажи по лечению и диагностике этого заболевания. В принципе, они знают, как лечить и что делать. Тяжелый, естественно, случай всегда это обязательно госпитализация в стационары, в инфекционные стационары, боксированные отделения, где их лечат наши медицинские работники. В поликлиниках, больницах и амбулаториях прием пациентов с признаками ОРВИ ведется в отдельных фильтрах-боксах. Для них предусмотрен и отдельный вход в здание. А для граждан, вернувшихся из-за границы, необходимо соблюдать режим самоазоляции в течение 14 дней. У нас созданы бригады отделения неотложной медицинской помощи по коронавирусу, которые обеспечены индивидуальными средствами защиты. Это костюмы, это специальные респираторы, которые выезжают именно на контактных по коронавирусной инфекции. В целях профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Ленинского городского округа временно отменяются плановая диспансеризация населения, профилактические медицинские осмотры, а также вакцинация детей. А если почувствовали недомогание, необходимо вызвать врача на дом. У нас вызовов по 175 в день. Взрослая поликлиника 175 вызовов обслуживает сегодня на дому. Это взрослая по району, я вам хочу сказать, бывает 500 в день. Сегодня всем жителям нужно максимально ответственно подойти к мерам профилактики. Избежать серьезных последствий поможет следование простым правилам. Чаще мыть и дезинфицировать руки и избегать мест с большим скоплением народа. В условиях пандемии коронавируса пенсионеры попали в особую группу риска. Из-за повышенной нагрузки на иммунную систему тем, кому больше 60 лет, требуется самая внимательная забота о здоровье. Протянуть им руку помощи вызвались волонтеры. В заказе пенсионерки Клавдии Проценко самые необходимые крупы, хлеб, мясные изделия, овощи, фрукты, предметы гигиены и первой необходимости. На помощь пожилым людям, которым в условиях пандемии коронавируса рекомендуется оставаться дома, устремились волонтеры. Они ходят в магазины и делают необходимые покупки. Четко оговаривается, что приобрести и в каком количестве. Еще более внимательны добровольцы в аптеке. Лишний раз уточняется правильное название лекарства. Его дозировка, чтобы не закралась, никакая ошибка. Потратив в магазинах всего 15 минут, волонтеры поднимаются в квартиру Клавдии Проценко, чтобы передать женщине покупки. Пенсионерка живет вдвоем с мужем инвалидом и для них такая поддержка бесценна. И, конечно, приятно. Я очень растрогана. Спасибо вам большое. Напоследок добровольцы договариваются быть на связи с Клавдией Александровной. Как мне продукты понадобятся? Ну, вы звоните, да, мы вам поможем, не волнуйтесь. Спасибо большое вам. Давайте поправляйтесь, не болейте. На помощь жителям Ленинского городского округа каждый день готовы прийти соцслужбы и сотни волонтеров. Пожилым людям очень важна эта помощь, жизнь необходима. Должен каждый помочь, даже не за деньги, не за что просто помочь должен человеку. И все, я считаю, это правильно. Правильный поступок и благородный очень. Оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой на дом продуктов, лекарств и товаров первой необходимости можно по телефону Ленинского управления социальной защиты населения. 8-495-549-8022 Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ Парк Сосинки на Жуковском проезде ждет обновления. Совсем скоро здесь начнутся работы по реконструкции. Новый, но привычный для местных жителей. Именно такого результата хотят добиться создатели проекта благоустройства. О том, каким парк станет в ближайшем будущем, расскажет Юлия Пагасьян. Отремонтировать парк Сосинки местные жители просили давно, но только в этом году выделили бюджет. Причем приличный – 65 миллионов рублей. Уже готов и проект реконструкции, выглядит все очень современно. Забор вдоль гаражей демонтируют. На этом месте разместится зона для занятий спортом – воркауты и скейт-площадки. Данная зона будет использована под размещение спортивных площадок, скейт-площадок, тренажерных площадок, плоскостных площадок для занятий спортом. Также в парке появится амфитеатр для проведения массовых мероприятий. Все существующие тропинки сохранятся, поменяют только тротуарную плитку. Прежние столбы освещения модернизируют и добавят к ним еще несколько торшерного типа. Заменят все лавки, ни одного дерева не спилят. Более того, произведут подсадку кустарников, уберут только старые пеньки. Я уверен, что здесь жители найдут самые различные для себя способы, как отдохнуть. И уже совсем скоро мы увидим этот парк совсем преображенным, красивым и, надеюсь, чистым, чтобы жители сами тоже за ним ухаживали. Работы начнутся летом. Ко всему прочему, здесь появится игровая зона для самых маленьких – двух-пяти лет. А прежнюю детскую площадку полностью заменят. Положат новое прорезиненное покрытие, установят современные игровые элементы. Малыши, когда играют, и у старших школьников в каникулы, они здесь не знают, чем заняться. Там бегают, сшибают малышей. И если как-то зоны разделить, это будет здорово. Вот, например, как там на Радужной, да, там же много зон. И все знают, чем себя занять. Вот если здесь так сделать, будет, конечно, да, здорово. А еще в обновленном парке Сосинки появится тропинка здоровья – зона, где можно ходить босиком. Этот метод закаливания известен с древних времен. Он улучшает кровообращение в пятках. Теперь это будет доступно и для посетителей парка. Это некий такой вот новый тренд о том, что, проходя вот по всяким неровностям, соответственно, человек, ну, вот эти вот некие точки делает массаж стоп, да, и как бы это все очень хорошо влияет на здоровье. Не забыли авторы проекта и о пожилых людях. Для них здесь создадут зону отдыха с навесами. Работы по реконструкции парка планируется завершить к осени. По предварительным оценкам специалистов, не позже октября. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.